Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. В этом выпуске обо всем понемножку. Так, сегодня у нас немножко такая пасмурная погода. Посмотрите, температура немножечко меньше. 41 градус, а не 46. Вот мои цветочки. Так, это тут у меня надо убрать. Чистили сегодня. Сегодня пришел друг суббрата, помог суббрату. Суббрат перечистил сегодня два кондиционера, остался на кухне только. В спальне почистил кондиционер. У Сезанны в комнате почистил. И вот мой сегодня. Потому что я сижу, включаю кондиционер, посмотрите, что творится. А мне тут жарко. Вот видите, что у меня тут творится. Видите, что у меня творится? Я пришла работать. Ну, вернее, сейчас еще полчаса буду разбирать вот эти вещи все. Потому что, я говорю, чистили кондиционер. Я же говорю, то ли это жара такая у нас аномальная, то ли кондиционер вообще не спасает. Я сижу, работает кондиционер, а я сижу вся мокрая, потная. Так, и тряпку тут оставили. Ну, ничего, спасибо, им, конечно, почистили. Ну, субрат вызвал. Субрат бы мог почистить. Ну, он говорит, в инкад полегче. Субрат боялся, что тут, может быть, у меня, мало ли, еще поломаются старые у меня вот эти шкафчики. Нужно было залезть туда, чтобы решетку вот это все вытащить. Ой, включила сейчас, как хорошо на меня. Вот сидела я сейчас под кондиционером, только вышла вам показать, какая температура дошла сюда, и уже мокрая вся. Вот. Сейчас буду разбирать, видите, мои залежи, залежи мои. Моих вещей. Ну, не вещей, моего товара. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Ой, хотела вам показать еще. Вот, начиная, пришел у меня заказ. Вот целая сумка. Я же отдавала на пошивку. Вот сумка целая. Ну, это я вам потом покажу. Сейчас покажу вам, что же она. Помните, я вам показывала вот такую ткань, вот такой осари. Хэбэшная, осари, вот с таким вот рисунком. Вот. И мы думали вначале там, может быть, сделать такая курта короткая и юбка. Но так как здесь купон, вот этот черный купон, юбку вы никак, ни солнце не сможете сделать юбку, ни клиньями тоже вот там будет обрезаться. Потому что, а, не хватит, много будет, ну, как, вест материал. Потому что вот в одну сторону идет, и мы не сможем таким валетом располагать вот эти клинушки. Вот. Поэтому мы, а я же говорю, а так вот просто сборочкой она будет, ну, как баба на чайнике, потому что она женщина такая, курпулентная. И мы решили сделать длинную курту, а ее дочке, там, что останется уже ее дочке такую, как бы, рубашечку, ну, тоже курта, под джинсы там надевать. Вот. И я думала, думала, как же и сделать покрасивее, что сюда придумать. Вот. Придумала я, как делать. Я же говорю, вот я голову сижу, ломаю, а потом у меня швеи вот такое творят. Вот. Так как у нее после операции она не может много тут, ну, сюда приезжать. Во-первых, у нее, она не может сейчас транспорт водить, не может скутер. Ее привозит дочка там. Вот. Поэтому она пришла, взяла заказ, я ей объяснила все, и она дома шила все. У нее есть и оверлок, у нее есть и машинка швейная. Вот. Я ей все разжевала, все объяснила. Тут ничего сложного нет. Единственное, я хотела, чтобы она, вот здесь вот это вот, купон вот этот, вот он внизу будет, но нам же длины мало. Я думаю, вверху, если его поставить, вверху два, два вот таких купона отрезать, вот этого черного, отрезать, шить, ну, шить посредине. И вот такой вот формы, вот типа, как вот у меня вот это, ну, у меня вот прямое, а там получится вот так, вот так и вот так, как бы я думала вот сделать вот такой формы. И вот здесь какие-то такие весельки, там, гунгру, вот, или деревянные такие есть, как, ну, такие весельки. Ну, в общем, это в моде сейчас, потому что тут, так как тут деревянные, скорее всего, так как вот здесь такой, знаете, традиционный такой мотив, то вот сюда подошло бы такое, ну, деревянные какие-то весельки. Ну, и я, вы же знаете, я же собираю вот тут всякие эти, так вам сказать, ну, тут нет, нет, тут нет. Там у меня в другом, в шкатулках лежат, там какие-то сережки, какие-то там такие, может, браслетики были там, разобрала их там, знаете, веселечки такие пошить, пришить. Вот, я все это собираю. Какие-то, я говорю, сережка там одна потерялась, допустим, длинная, можно вот так вот украсить ее сюда, вот, при этом. Ну, это в Индии, как бы, это все, все это в моде, все это приветствуется. Вот, и чтобы она не забыла, вот, насколько вот здесь, ну, какой вот, какого размера вырезать вот эту вот, ну, нагрудничек вот этот сделать, ну, из черного, какой формы, чтобы она не забыла, потому что это жало, если они бы тут шили, если бы она у меня тут шила, я бы уже, я при ней бы это все нарисовала ей, вот, она при мне бы, ну, то есть мы, когда покроили, мы бы уже видели, что у нас осталось, и как это сделать, как лучше, вот, ну, как бы, мы тут вместе покроили. Вот, но так как она шьет дома, я ей объяснила, я ей взяла, вот, мне заказчица дала свою курту, ну, старую курту для размера. И вот, если вы видите, я специально мылом, потому что мыло это не мел, хорошо он, как бы, отстирается, я ей все разжевала и показала. Вот, если вы видите, я не знаю, нет, вам не видно. Ну, я сейчас к свету. А, вот, видно вам, видите? Видите, вот, вот так идет белая. Вот я вот так обозначила ей, вот этот, как мне, как ей сделать вот этот нагрудничек. И вот тут вот внизу, вот здесь внизу, я ей сказала, будут такие висюлички висеть. И что вы думаете? Дочке она пошила, ну, дочке я сказала, там, неважно как, в общем, вот такой простой. Такая рубашечка на лето. Вот. Ну, а маме, думаю, будет красивая такая, прям, это, с таким нагрудничком. Вот, маме мы сделали длинную, вот внизу и вот так вверху. И что она сделала, девочки? Она пришила одну линию только. Причем, видите, аж сюда. Я ей сто раз сказала, что не надо вот сюда, потому что это все расходуется вот это. Там, ну, не хватало вот этой вот купона этого. Поэтому я ей сказала, там же не хватит. Я ей сказала, сюда не надо. Тут у нас будет вот такая ткань, вот сюда пришиваем, чтобы, ну, чтобы удлинить нам, размер увеличить, удлинить нам эту курту. А вот этот, который кусок вот такой остается, вот представьте, вот она куда его, ну, вот отсюда. Вот, то его только мне нужно было вот так вот где-то, кусочек вот такой. И вот это вот, что остается еще вот, где-то вот такой ширины. Еще вот такой ширины вот здесь должно быть. Ну, видите, что она сделала? Она говорит, больше не, я говорю, я же тебе объясняла. Я тебе прямо нарисовала вот на вот этой вот, как они краят, глаза закрывают, что ли, когда краят, я не понимаю. Ну, в общем, вот она так сделала. Я говорю, ты выбросила кусочки. Она говорит, хорошо, что не выбросила. Говорит, там вот еще такой, там какой-то полоски нет вот такой, а только есть. А там вот этот, который у нее вот она вырезала, да, ну, пройму вырезала, вот здесь. Вот я вам объясню, вот это, что она вырезала, вот такой кусок у нее получается вот остался полукруглый. И вот я говорю, все, неси, как только сможешь, давай приходи сюда, вот. И вот эти кусочки как-то вот я возьму вот так, и получится, может быть, ну, я не знаю, какие там у нее остались, посмотреть надо. Может быть, получится вот так как-то, знаете, вот типа полукругом вот такая вот штуковина. Тут, может быть, какие-то деревянные бусинки повесим. Ну, в общем, что-то нужно будет находить, выход из создавшегося положения. Здесь у нас, так как я же говорю, вот этого купона не хватало везде черного, поэтому здесь мы на рукавах половиночку отрезали. Ну, это хоть она запомнила. Ну, я записывала, я же рисую дизайн. Ну, нет, тут дизайна не рисовала, потому что я нарисовала дизайн вот здесь. Ну, в общем, вот такие, вот такие у меня проблемы в Портновске. Когда вот не под моим надзором, вот что получается. Нужно будет теперь, ну, конечно, заказчица не знает, может, оно и так пошло бы. Индианки, они такие, можно сказать, знаете, ну, можно даже придумать, сказать, что у нас не хватило больше вот этого черного купона этого. Можно, конечно, все сказать, но просто действительно, понимаете, я вкладываю душу, я сижу, думаю, как же сделать, чтобы было красиво. А вот так вот получается, получается некрасиво. Поэтому я ее сказала, будешь переделывать. Ну, в следующий раз внимательнее нужно относиться к работе. Она уже забыла, наверное, как работать, потому что ее больше года, она, ну, как бы сделала операцию, потом вот это после операции ей сказали 7 месяцев, нельзя шить. Вот, поэтому она дома шнет, потому что там у нее нужная, ну, не нужная, а такая вот педаль, у нее машинка электрическая. Вот, и она вот потихоньку поэтому и шнет. Но все равно ей трудно, она говорит, это я пока на замену вам пошила, вообще, как бы, пока не могу, пока у меня, ну, сложно ей шить. Ну, вот, все, пожаловалась. Вот, посмотрите, вот так. Вот так продаются куски. Я отейбл мераг, да? Тейбл, и тейбл, и бейбл, и сейбл. Вот так, видите, уже вышивка есть. Уже здесь вышивка есть, вот такая вот. Тут оранжевые получаются вообще красные, красные с синим. Вот, и вот такие эти. Здесь мы будем выкраивать. Рукав. Для этого мы покупаем подкладку. Вот я уже купила подкладку. Потому что тут такая шелковая ткань, она просто будет рваться. Вот. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот такая курта. Ну, конечно, это у меня просто вешалочка. Поэтому у нас вот такое, это не по размеру, это не манекен. Ну, вот такая она прямая. Разрезы по бокам разреза там. Вот. Здесь вот такая, вырез горловины вот такой был. Ну, на примерке мы посмотрели и вот эти вот концы, вот эти уголочки. Они как бы отворачиваются вот в эту сторону. Поэтому мы решили сделать вот такую полосочку, чтобы закрепить. На рукавах мы, во-первых, ткани не было. Ей нужно было вот именно такой длины. Мы добавили немножечко вот ткань от штанов. Вот которые штаны. И вот штаны я вам сейчас покажу. Вот штаны на резинке к этому костюму. Шарфик тоже вот такого цвета персикового. Шарфик я отдала сразу, с ним ничего не нужно было делать. Вот такой костюм мы пошили. Ну, вот и все, мои дорогие. Сегодня я вам показала, чем же я занимаюсь в свободное от Ютьюба и домашних забот время. Желаю вам всем счастья, здоровья, прекрасного настроения и отличной погоды. Пока-пока. Приходите на мой канал. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Продолжение следует...